Всех приветствую. На самом деле буду выступать не я, а студенты. Пока давайте представлюсь. Меня зовут Михаил Тергоев. Студенты представляют свой проект InGame. Собственно, я его курирую. Они студенты-практиканты базальта СПО. Летом занимаются, молодцы. Пока радуют. Собственно, для вас будет выступать я старший программист отдел сопровождения базальта СПО Тергоев. Я не буду выступать. Если буду только помогать, отвечать на вопросы. Все остальное, в принципе, передаю слово. Давайте вперед. Дерзайте. Приветствую всем, кто находится сегодня на этой конференции. Сегодня я, Орлов Глеб и мой коллега Давыдов Александр расскажем о нашем проекте InGame. К сожалению, сегодня еще один коллега, Янковский Георгий, не смог с нами присутствовать. Хотя тоже очень хотел. Так что расскажем мы вдвоем. Мы представим проект, расскажем о его разработке и будущих планах развития этого проекта. Сами мы являемся студентами Санкт-Петербургского Балтийского государственного технического университета ВНМЕХ и проходим практику в базальту СПО. Про руководителя проекта Тергоев Михаил Александрович сказал. Он нам сильно помогает в этом и является нашим руководителем и наставником, можно так сказать. Ну, в общем-то, что еще стоит добавить по поводу того, как образование СПО, вузы. В общем-то, мы, являясь по большей части просто студентами, наверное, хочется рассказать такое, сделать небольшое лирическое отступление в целом о том, как мы, простые студенты, попали в разработку СПО, эта история в целом началась с того, что мы приняли участие в цифровых кафедрах, которые у нас проходили в университете, как раз-таки при сотрудничестве с базальт СПО, после чего мы попали, заинтересовались, скажем так, и практикой, в общем-то, попали как практиканты уже непосредственно на базальт СПО и там уже начали, скажем так, влились в разработку данного проекта, как, в общем-то, не наш коллега тоже, мы все втроем, в общем-то, из одной лодки, все втроем тут оказались, занимаемся этой разработкой. Ну, это просто как показывает, что как опыт работы вуза с такими проектами как цифровой кафедры могут привести студентов в разработку свободного программного обеспечения, как можно, будучи студентом, оказаться в такой разработке. Проект eGame — это проект с открытым исходным кодом, позволяющий запускать программы и игры, установленные в ParProton. Да, установлен в ParProton, и эта программа имеет удобный графический интерфейс для использования в нем при помощи геймпада. ParProton — это отечественная утилита, разрабатываемая команда Linux Gaming, лидером которой является наш руководитель проекта. Она представляет удобный графический интерфейс для запуска сторонних Windows-совместимых приложений. Также она имеет функцию автоустановки видеоигр, игровых платформ и эмулятора игровых приставок, к примеру, как PSP и Sony PlayStation Portable. Перед переходом еще к технической части хочется такую небольшую историческую справочку по поводу того, в общем-то, откуда in-game, как это пошло. Давным-давно, когда только начали появляться в целом игры, они, по большей части, представляли собой .exe-файлы исполнимые, которые, по большей части, работали только на проприетарных Windows. И, в общем-то, с Linux'ом у них не было такого большой возможности работать, точнее, не было этого слова совсем. Потом появился Vine, который позволил это делать. Потом компания Valve уже потом заинтересовалась тоже перспективой развития этих игр и выпустили Valve Proton. Это вот как раз-таки была уже та от них приблуда, которая позволяла упростить работу этих игр и, в общем-то, расширить удобство и влияние… ну, расширить использование, скорее, игр как раз-таки на уже Linux'е из по Steam'а как вылазкового сервиса. Потом уже появился Port Proton, который является продолжением, можно так сказать, Valve Proton, который позволяет запускать те же самые игры уже без привязки к Steam'у, в общем-то, являясь отдельным уже приложением, упрощающим для пользователя установку этих игр, их открытие и пользование этими играми. Что же такое in-game? In-game — это уже прослойка Port Proton, потому что в Port Proton нет возможности открывать игры, например, с помощью того же самого геймпада. И, по факту, in-game является тем самым проектом, который, будучи дополнением к Port Proton, позволяет запускать игры уже с использованием того же самого геймпада, плюс представляет такой, ну, не то чтобы более, ну, скорее, такой более какой-то, возможно, приятный глазу для пользователя интерфейс, как будет там дальше, потом на скриншотах будет видно. По сути, это и есть смысл как проект in-game, что он является прослойкой Port Proton для использования геймпадов. Что касается стекотехнологий для реализации удобного графического интерфейса, был использован Qt и язык QML, потому что благодаря Qt есть реализовано аппаратное ускорение с помощью слоя OpenGL. В качестве основного языка обработки безусловики был выбран Python, ввиду популярности среди открытого программного обеспечения. Связь между Qt и Python обеспечивает библиотека PySite, которая привязывает Python к инструментам Qt. и менеджерам зависимости ему выбрали Poetry, чтобы быстро устанавливать зависимости и библиотеки модулей Qt для проекта. В общем-то, следующий вопрос. Это зачем? Так прямо называется слайд. Это тоже, про что я сейчас хочу рассказать, потому что есть ли смысл в целом от такого проекта для операционной системы, для которой гейминг в данный момент можно и не назвать самым популярным. В общем-то, почему? Потому что игровая индустрия, игровой опыт в целом, явление гейминга для Linux на самом деле становится популярнее и развивается семимильными шагами. В общем-то говоря, и этому также сопутствуют некоторые факторы. Так, например, в целом у нас есть различные IP, которые работают на Linux и ускоряют работу на Linux, делая ее даже в потенциале быстрее, чем на том же Windows, к примеру, как Vulkan, который можно тут упомянуть. Это и поддержка со стороны разработчиков в целом компании, как, к примеру, тот же, например, есть Steam Deck, который вышедший, работает, в общем-то говоря, на базе Linux, являющейся достаточно популярной консолью, которая в момент вышла, о нем достаточно лестно в целом отзывались, и я как бы тоже считал достаточно лестные о нем отзывы. В целом пользуется, как бы, в основном же мировая компания его выпустила. В целом сообщество, в целом игроков на Linux растет, это можно проследить и по количеству подписчиков в каких-то социальных сетях, и форумах, и в целом можно сейчас о гейминге на Linux сказать, что это, в общем-то, находящаяся в развитии и растущая сфера сама по себе. Так, как было сказано, приложение предоставляет удобное управление с помощью геймпадов, есть поддержка геймпадов как Xbox, так и PlayStation, также остается возможность управления приложением с помощью стандартных калатур и мыши, для тех, кто не может использовать геймпад или не хочет этого делать, к примеру, если разрядился, то все равно будет возможность пользоваться полноценным приложением. Также из основных функций приложения является взаимодействие со сторонними API для подгрузки информации об играх и их изображении в сетку игр. Используется API Steam и SteamDB. Также в будущем будет реализован поиск с помощью виртуальной клавиатуры, чтобы с помощью геймпада можно быстро найти нужные игры и приложения, не прибегая к физической клавиатуре. Также можно сказать, что интерфейс приложения масштабируется, что позволяет использовать на разных устройствах, что в будущем может позволить устанавливать на портативные консоли Linux и используя приложение как основной интерфейс взаимодействия с играми на нем. Сейчас на скриншотах можно увидеть в целом том, как выглядит интерфейс ингейма. Я надеюсь, очень хорошо видно, что слева мы можем видеть список игр, как выглядят сверху переключающиеся меню, непосредственно иконки самих игр. Справа мы можем видеть окно игры, текст, скорее всего, неразборчивый, но там приведено название игры и информация об игре. Что касается дальнейшего развития, как уже Глеб один раз упомянул, у нас должен быть реализован глобальный поиск, который будет позволять искать игры как среди нативных игр, линуксовских, так и среди установленных из порта протона. Будет реализована игровая сессия как отдельное рабочее окружение, что будет представляться игровым оверлеем. Ну и также настройки системы, которые сейчас будут временно заблокированы, однако вскоре там будет появляться возможность как полноэкранного режима и поддержка других всяких прочих сервисов. Здесь вы можете видеть QR-код на наш проект в GitHub. Проект открытый, к нему может присоединиться каждый, так что если кто-то хочет, желает принять участие, либо посмотреть, следить, как-то может быть, поучаствовать каким-то образом в разработке, то здесь на экране вы видите ссылку и QR-код. Ну и как приглашение, уже стенд, скорее всего, наш уже видели, к огромную плазму, там стояли, играли на геймпадах в разные игрушки. В общем-то, после задачи вопросов на кофе-бреке всех приглашаю подойти, посмотреть, ознакомиться, попробовать проект на ощупь. Потому что до этого его не было. Все, всем спасибо. Готовы выслушать ваши вопросы. Так, поймал. Скажите, пожалуйста, ну просто интересно, я так понимаю, можете наслать с внешним видом? Я так понимаю, основная идея и вдохновление, это был GOG Galaxy, который тоже позволяет искать глобально по системе и визуально имеет схожий интерфейс. Визуально схожий интерфейс возможно, потому что интерфейс, честно говоря, делал как бы не я, у нас разделенная была, естественно, разработка, мы занимались разными вещами. Сходство может быть есть, честно, я не видел даже, как GOG Galaxy выглядит. Поэтому, да, я, но в целом, интерфейс просто даже возможно… Проект стиму. Стим Big Picture. Да, даже, ну и вот, да, Стим Big Picture тоже тут играет роль. Даже здесь, я думаю, даже могу предложить не с позиции повторить, а скорее просто как удобство, что в целом кто-то уже придумал достаточно интересный, удобный интерфейс, зачем его пытаться изменить, возможно, убрать с него удобность, чтобы просто он выглядел как-то по-другому, да. Да, то есть это… Спасибо. В тему предыдущего доклада. Вы интересен проектированным импи или миллиметровкой? У нас, как в истории технологии уже упоминалось, используется Qt и Qml с помощью также PySide, который позволяет создать Python уже с Qt и Qml, да. Как-то спотыкались о том, что у PySide портируемость оказалась, как минимум на тот же брус, посложнее, чем у PyQt. Подробности у Черепанова, если что. А можно чуть-чуть экстраполировать проект? У вас итог-то какой? Вы стремитесь к тому, чтобы сделать консоль на отечественной операционке, и чтобы там был вот интерфейс в итоговой, чтобы можно было прям гейпадом все управлять? Ну, в общем-то, да, в этом и есть суть, что как бы суть проекта в том, суть проекта вся, что разработать прослойку для PortProton, которая позволит с отечественных операционных систем запускать игры с помощью геймпада. А управление самой операционкой вы тоже рассматриваете там? Ну да, естественно. Хорошо, спасибо, да. Я немножко уточню, что не только PortProton, в принципе, можно будет использовать и без PortProton, то есть можно будет использовать только нативные игры. Также это будет, планируется отдельная сессия, то есть это Gamescope сессия, и суть в том, что можно туда же, отсюда же, допустим, запускаем систему, запускаем, как вот мы можем выбрать, у вас стоит гном, и параллельно стоит еще и KDE. Вы выбираете in-game session, и попадаете сразу в полностью, упрощенная система с управлением с геймпада. Для того, чтобы мы на большом телевизоре себе купили 65 дюймов, 4К поставили, установили игры из рабочего окружения, и в следующий раз, на следующий день мы взяли два геймпада с, не знаю, любимой девушкой или с другом, сели и включили, и играете, то есть издалека. Ну, все-таки, что-нибудь приятное тоже нужно будет. Я вот в игре не разбираюсь, последняя игра, в которой играл, наверное, что-то на Ямаке было, или Дум там где-то, больше не прикасался. Поэтому для меня это как бы темный лес, вот это все. Я даже не знал, что такое геймпад. У меня вот какой вопрос. Я правильно понимаю, что порт-протон – это некое развитие вайна, а ваша система – это какое-то дополнение, которое этот порт-протон делает еще более удобно. И вопрос, под какими лицензиями это все существует? Потому что я так вижу, что для школьников это как раз очень интересно. Они все говорят, о, Linux, ну классно, да, там программировать можно. Но вот с игрушками там проблема. А если у них это все будет заводиться прямо в легкую, и даже без каких-то усилий, потому что, ну, честно говоря, я не очень люблю запускать Windows-приложения с помощью вайна, но когда это приходится делать, геморроев там со шрифтами, с какими-то переменами окружения. Ну, то есть, короче, все время квест, который училкой не пройдет. Вот. А здесь, понимаете, как, вот сельская школа, им поставили компьютеры с Linux. Вот сейчас, да, принудительно причем, как тут говорили про принуждение к свободному ПО. Это на самом деле очень плохо, и должно быть естественное желание. Да, свободно. Вот у меня нет никакого принуждения, меня трудно принудить с Windows работать. Вот. А в школе-то, понимаете, им уже как бы принуждают. И если вдруг, нажав одну кнопочку, а там у нас сальто везде стоит, понимаете, как бы, сразу предустановлен. Нажав одну кнопочку, мы им скажем, вот это вот, запустите, вот эту команду. Они даже командную строку найдут ради этого случая. Там, судан, S-U сделают там. Вот. И потом раз, и у них вот такая красота. Вот это действительно можно без дополнительных настроек, без геморроя играть в игрухи. Или вот, вот у меня много вопросов. Первый, про лицензии. Лицензия все на мид, одно и другое мид. Это, во-первых. Во-вторых, к этому стремиться. То есть, как это работает? Там есть у каждого, если отдельно немножко по протокону идти, буквально там на 15 секунд, большая часть игр из коробки уже работает, все настроено за вас. Если что-то не работает, но это можно сделать, для этого экзешника специально делается database файл, где описываются настройки, и он делает за вас всю работу. Отлично. И надо сделать сайт с трофейными играми, чтобы, так сказать, он не был аффилирован с какими-то нормальными компаниями, ну, с любимыми компаниями, чтобы не было судов. А нажимаешь кнопочку, и оттуда все это грузится, так сказать. Вот это будет очень правильно, понимаете? Ну, я тут еще добавлю. С точки зрения того, что это может быть суперстимулом, использование СПО в школах, это серьезно. Я вижу в этом сумасшедшую перспективу просто. Ну, и тут еще добавлю тогда про системные настройки тоже, которые в планах, через которые даже, то есть настройки будут выглядеть тоже достаточно прямо вот в этом же приложении, буквально рядом, то есть даже какой-нибудь там человек, снова же школьник, который пока еще может не так сильно разбираться в каких-то там вот серьезных каких-то вещах под капотом, там будут достаточно простые настройки, которые можно будет, ну, перегрести, разобрать в целом, даже не будучи как-то вот особенно сведущим во всех этих делах. Упор делся на дружелюбный интерфейс, так что, чтобы мог разобраться даже школьник, который не сильно сведущий… Так, коллеги, вынужден прервать ваш… У меня вопрос довольно-таки короткий. Вы говорите в основном про интерфейс сейчас, но у вас там есть слон в комнате, о котором вы особенно говорили, а именно геймпады, которых, в принципе, как грязи на Алиэкспресс и так далее. Я могу сказать, что если у нас в Linux что-нибудь работает, то работа говорила хорошо, а если не работает, то не работает совсем. Как у вас поддержка, собственно, железной составляющей? Насколько человек сможет просто взять, купить любой геймпад, который ему попадется со скидкой в магните в 50% за 3 рубля, подключить к компьютеру и начать играть? Или все-таки надо посмотреть на вашу иконку на новом слайде, где, по-моему, был джойстик не от чего-нибудь там, а от Xbox'а или что-то в этом духе? То есть солидный такой. А как в целом по больнице-то? Можно я отвечу? На данный момент это уже больше вопрос не к данному проекту, а кооперационной системой и мейн-тренером, кто ведет и поддерживает. Соответственно, если какой-то геймпад не работает, на Багзилу, Альта, пишите, что вот такой-то геймпад не работает. Лично я займусь этим. У меня китайский геймпад дома… Нет, как раз мой цирк, мейн-тренеры, вот, на одного из альтинных стима. То есть я этим займусь лично. У меня китайский геймпад дома, с ним работает спокойно. Миша, кто ты боялся? Есть такое положение, что нагнетание попутности игрушек, вообще говоря, имеет примерно ту же причину, что и легализация дури всякой. То есть это содействие еще не выкашенному населению в ходе от реальности. Все оказалось не так страшно. Как бы этим проектом мы и не говорим обществу, что давайте играть. Не, ну я просто попробую тоже ответить, поговорить, что по большей части это не как лозунг, что вот теперь можно играть на Линуксе, иди играть на Линуксе. А по большей части, как бы, ну, даже так с идеей студентов и школьников далеко не все геймеры, которым прям это очень интересно. Но для тех, кто интересуется, для тех, для кого переход на Линукс, на свободное программное обеспечение был камнем притворения в этом игровом моменте, это будет облегчение, потому что человек, который раньше не мог нормально, там, к примеру, с геймпаном на Линуксе поиграть, теперь сможет. То есть это даже больше не как приманка для всех «давайте играть», а скорее как тех, у кого были проблемы, вот вам таблетка, чтобы все работало нормально. Ну я и добавлю Михаил, с Эльбрису своего Утели, Нексус и Вартандер. Коллеги, давайте продолжим это все на кофепаузе, которая сейчас начинается. Спасибо большое за доклад. Ждем вас через 20 минут.